Пошел себе Дэр по полю, съежился в контору греться. Не приютно ему небось. А и думать надо, прежде чем на такого волка идти, как Тюрин. С такими бригадирами он бы ладил, ему бы и хлопот ни о чем. Корбить не требуют, пайка высокая, живет в кабине отдельной. Чего еще? Так ум выставляет. Пришли снизу, говорят, и прораб по электромонтажным ушел, и монтер ушел. Нельзя подъемника наладить. Значит, и шач. Сколько шухов производств повидал. Техника эта или сама ломается, или зэки ее ломают. Бревнотаску ломали, в цепь дрын вставят и поднажмут, чтоб отдохнуть. Балан-то велят к балану класть, не разогнешься. Шлакоблоков, шлакоблоков, кричит бригадир. Разошелся. И в мать их, и в мать подбросчиков, и подносчиков. Павло спрашивает, с раствором как? Снизу шумят. Разводить как? Так разведенного пол ящика. Значит, еще ящик. Ну, заваруха, пятый ряд погнали. То, скрючившись, первый гнали, а сейчас уж под грудь гляди. Да еще б их не гнать, как ни окон, ни дверей. Глухих две стены на смычку и шлакоблоков вдоволь. И надо б шнур перетянуть, да поздно. Восемьдесят вторая инструменты сдавать понесла, гопчик докладает. Бригадир на него только глазами сверкнул. Своё дело знай, сморчок, таскай кирпичи. Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит, и в туман вроде бы седенький. А разогнались, лучше не надо. Теперь уж пятый начали, пятый и кончить, подровнять. Подносчики, как лошади запышенные. Ковторанг даже посерел. Ему ведь лет ковторангу сорок, не сорок, а около. Холод градусы набирает. Руки в работе, а пальцы все ж поламывает сквозь рукавички худые. И в левый валенок мороза натягивает. Топ, топ, имшухов, топ, топ. К стене теперь нагибаться не надо стало. А вот за шлакоблоками поломай спину за каждым, да ещё за каждой ложкой раствора. Ребята, ребята, Шухов теребит. Вы бы мне шлакоблоки на стенку, на стенку подымали. Уж ковторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он. А Алёшка? Хорошо, Иван Денисович. Куда класть? Покажите. Безотказный этот Алёшка. О чём его не попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит, отчего не пособить. Это верно у них. По всей зоне и до ТЭЦ ясно донеслось. А Брельс звонят. Съём! Прихватил с раствором. Эх, расстарались. Давай раствор, давай раствор! Кричит бригадир. А там ящик новый только заделан. Теперь класть, выхода нет. Если ящика не выбрать, завтра весь тот ящик к свиньям разбивай. Раствор окаменеет, его киркой не выколупнешь. Ну, не удай, братцы! Шухов кличет. Кильдикс злой стал. Не любит авралов. У них в Латвии, говорит, работали все потихоньку. И богатые все были. А жмёт и вон, куда денешься. Снизу Павло прибежал, в носилки впрягшись и мастерок в руке. И тоже класть. В пять мастерков. Теперь только стыки успевай заделывать. Заранее глазом умерит Шухов, какой ему кирпич на стык. И Алёшке молоток подталкивает. На, тиши мне, тиши! Быстро. Хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает. Сеньку налево перетолкнул. Сам направо, к главному углу. Сейчас, если стену напустить или угол завалить, это пропасть. Завтра на полдня работы. Стой! Павло от кирпича отбил. Сам его поправляет. А оттуда, с угла глядь, у Сеньки вроде прогибик получается. К Сеньке кинулся. Двумя кирпичами направил. Ковторанг припер носилки, как Мерин добрый. «Еще!» Кричит. «Носилок двое!» С ног уж валится Ковторанг. А тянет. Такой Мерин и у Шухова был до колхоза. Шухов-то его приберегал, а в чужих руках подрезался он живо. И шкуру с его сняли. Солнце и за крайком верхним за землю ушло. Теперь уж и без гопчика, видать, не только все бригады инструмент отнесли. А валом повалил народ к вахте. Сразу после звонка никто не выходит. Дурных нет мерзнуть там. Сидят все в обогревалках. Но настает такой момент, что сговариваются бригадиры, и все бригады вместе сыпят. «Если не договориться, так это ж такой злоупорный народ, арестанты, друг друга пересиживая, будут до полуночи в обогревалках сидеть». Опамятовался и бригадир. Сам видит, что перепозднился. Уж инструментальщик, наверное, его в десять матов обкладывает. «Эх!» – кричит. «Дерьма не жалко! Подносчики, катите вниз, большой ящик выскребайте, и что наберете, отнесите в яму вон ту и сверху снегом присыпьте, чтобы не видно». «А ты, Павло, бери двоих, инструмент собирай, тащи сдавать. Я тебе с гопчиком три мастерка дошлю. Вот эту пару носилок последнюю выложим». Накинулись. Молоток у Шухова забрали, шнур отвязали. Подносчики, подбросчики. Все убегли вниз, в растворную. Делать им больше тут нечего. Остались сверху каменчиков трое. Кильдикс, Клевшин, Дашухов. Бригадир ходит, обсматривает, сколько выложили. Доволен. «Хорошо положили, а? За полдня. Без подъемника, без фуемника». Шухов видит, у Кильдиксов корыцы мало осталось. Тужит Шухов. В инструменталке бригадира бы не ругали за мастерки. «Слышь, ребята», – Шухов даник. «Мастерки-то несите гопчику, мой не считанный. Сдавать не надо, я им доложу», – смеется бригадир. «Ну, как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет», – смеется и Шухов. Кладет. Унес Кильдикс мастерки. Сенька Шухову с шлакоблоки подсавывает. Раствор Кильдиксов сюда, в корыцы, перевалили. Побежал гопчик через все поле к инструменталке, по Влада гонять. И 104-я сама пошла через поле, без бригадира. Бригадир – сила, но конвой – сила посильней. Перепишут опоздавших и в кондей. Грозно сгустело у вахты. Все собрались. Кажись, что и конвой вышел. Пересчитывают. Считают два раза при выходе. Один раз при закрытых воротах, чтоб знать, что можно ворота открыть. Второй раз сквозь открытые ворота пропуская. А если померещится еще не так, и за воротами считают. Драть его в лоб с раствором, – машет бригадир. Выкидывай его через стенку. Иди, бригадир, иди, ты там нужней. Зовет Шухов его Андреем Прокофьевичем. Но сейчас, работой своей, он с бригадиром сравнялся. Не то, чтоб думал так, вот я сравнялся, а просто чует, что так. И шутит вслед бригадиру, широким шагом сходящему по трапу. Что, гадство, день рабочий такой короткий. Только до работы припадешь – уж и съем. Остались вдвоем с глухим. С этим много не поговоришь. Да с ним и говорить незачем. Он всех умней, без слов понимает. Шлеп раствор, шлеп шлакоблок. Притиснули, проверили. Раствор, шлакоблок, раствор, шлакоблок. Кажется, и бригадир велел раствору не жалеть за стенку его, и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут. Всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули. Раствор, шлакоблок, раствор, шлакоблок. Кончили, мать твою, за ногу, Сенька кричит. Ай да! Носилки схватил и по трапу. А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал и через стенку. Слева, справа. Эх, глаз, ватерпас. Ровно. Еще рука не старится. Побежал по трапу. Сенька из растворной и по пригорку бегом. Ну, ну, оборачивается. Беги, я сейчас. Шухов машет. А сам в растворную. Мастерка так просто бросить нельзя. Может, завтра Шухов не выйдет? Может, бригаду на соцгородок затурнут? Может, сюда еще полгода не попадешь? А мастерок пропадай? Заначить так заначить. В растворной все печи погашены. Темно. Страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все. Не досчитаются его одного на вахте. И бить будет конвой. А все ж зырь-зырь, да видел камень здоровый в углу. Отвалил его. Под него мастерок подсунул и накрыл. Порядок. Теперь скорее Сеньку догонять. А он отбежал шагов на сто. Дальше не идет. Никогда клевшин в беде не бросит. Отвечать так вместе. Побежали вровень. Маленький и большой. Сенька на полторы головы выше Шухова. Да и голова-то сама у него экая здоровая уродилась. Есть же бездельники. На стадионе доброй воли и на перегонки бегают. Вот так бы их погонять чертей после целого дня рабочего со спиной еще не разогнутой, в рукавицах мокрых, в валенках стоптанных, да по холоду. Запалились, как собаки бешеные, только слышно. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, да бригадир на вахте. Объяснит же.